всем привет очень давно от нас не было никаких новостей никаких видео вот у нас очень сильная жара сейчас завезла дочек логопеду в центр и жду в машине мне практически час нужно ждать это простую выматывающий час я вот я вся мокрая тут дышать невозможно хоть сегодня немножко ветерок есть потому что обычно я просто сижу так как зомби трупом просто а сегодня хоть чуть-чуть можно он видео пробую записать в общем тем у нас принципе много для обсуждения но основная тема у нас это вакцинации от коронавируса в италии очень давно уже начали вот с лета буквально начали чуть ли не всех по году ловно вакцинировать даже потому что до этого было только персоной после 70 60 лет причем как тем кто после 60 лет моста можно к колоть астрадзенегу она адекватная для этого возраста прививка и никаких последствий после нее нету вот тем кто моложе 60 астрадзенегу запрещено потому что в италии не все это дело соблюдали при сдать одна девушка 18 лет получила эту прививку и умерла от тромбоза хотя потом начали разбираться в чем было дело оказалось что девушка сказала что она вообще здорова все у нее прекрасно в гей в кололи прививку а когда она уже умерла начали разбираться в документах медицинских и и оказалось что она принимала иммунотерапии то есть у нее уже проблемы с кровью были она принимала лекарства об этом не сообщила то есть когда вы делаете прививку сообщать о любых медикаментах которые принимать о любых симптомов которые у вас есть когда нам получилось что целый район наш вакцинировали у нас в городе проживает где-то полторы две тысячи человек когда весь наш район отправили на вакцинацию я сразу предупредила на месте у меня высокое давление мне сразу же сказали сеньора мы вас не можем вакцинировать идите к своему доктору пусть она вам выпишет бумажку на то что вы типа что вам этот джонсон который тогда вакцинировали всем что один раз вакцинирует дом не его нельзя было вообще то есть это опасно было для меня и меня отправили чтобы мне сделали именно файзер или модерну меня отправили к моему доктору чтобы нам сделала назначение но буквально на следующий день я не успела попасть на на прием к своему доктору мне пришло сообщение на email же опять у нас все на email приходит пришло сообщение что я могу прийти вот на следующий день во столько-то и сделать именно файзер вот так что я просто уже потом когда пришла на место сообщила свои симптомы мне все записали вот и столько вопросов вообще задают как перед тем как сделать прививку очень очень много вопросов задается внимательно на них ответить никаких проблем после прививки не будет вот я ответила все вопросы все учло учлось мне сделали прививку я почувствовала вот первые 15 минут заставляют посидеть на месте еще в здании после прививки то нужно обязательно посидеть и за первые 15 минут я вот ощущала например боль в месте укола и ощущала теплый прилив в месте шеи вот где позвоночник и все больше никаких симптомов не было после второй прививки то же самое но у меня еще было такое вот ощущение что у меня спазмы мышц были вот такое ощущение как будто вчера спортом позанималась так усердно и вот сейчас вот в момент этот после прививки настолько были сильные боли в мышцах как неприятно было идти скажем так так очень неприятно но таких что других симптомов у меня вообще никаких не было температура мне не поднималась вместо укола ну чуть-чуть поболела и все то есть все было нормально вот у меня сейчас есть документ green pass вроде бы называется о том что у меня обе дозировки уже есть и я могу проходить в любое место в принципе эта вакцина держится приблизительно полгода то есть ее нужно будет повторять потом снова вот для чего делается эта прививка не для того чтобы полностью защитить защитить от вируса а для того чтобы он протекал без симптом на или с легкими симптомами есть у нас знакомые у меня еще моих других знакомых которые после прививки заразились вирусом однако у них вирус протекал в очень легкой форме как будто простуда там пошмыгал носом и все вот а поэтому делается эта прививка чтобы меньше людей попадала в реанимацию чтобы не было необходимости в искусственных легких и так далее в искусственном поддержании дыхания потому что это для человека тоже чревато то есть где-то неправильно воздух попадает и уже смерть мозга вот это опасно ну и смертность очень высокая от вируса поэтому сейчас уже на данный момент где-то в каком-то недалеком от нас районе зафиксировали первые вспышки дельты то есть вирус постоянно мутирует однако любой из его разновидности если у вас есть прививка то у вас больше шансов перенести его как просто простуду а не попасть в реанимацию я этот вопрос как бы поднимаю не для того чтобы у меня были споры в комментариях для того чтобы вы понимали что это такое как она происходит в италии как бы стране которой все к этому всему относятся очень серьезно хотя и местами безалаберно ну как и везде в общем на данный момент вышел закон его еще принимают и он вступает действие 6 августа сейчас у нас конец июля 6 августа у нас никуда нельзя будет пройти без этого green bass а причем большинство людей которые сделали прививку то есть сделали а остальные которые как бы должны были вакцинироваться но не захотели их оказалось слишком много ждать и мы до сих пор не можем снять маски то есть если было 70 процентов населения было провакцинировано то мы мы могли снять маски а в результате мы не можем потому что провакцинировано только 50 процентов второй дозой короче говоря те кто не вакцинировался услышав этот закон буквально на следующий день более 100 тысяч заявок подано было на платформу онлайн для вакцинации потому что люди поняли что они даже в ресторан сходить не могут а для итальянцев это просто катастрофа вот без за без этого green pass они в ресторан не в кино никуда абсолютно невозможно зайти даже в азл азл это единственная структура которую ходят все это поликлиника фактически для взрослых для детей для всех и если у тебя нет этого green pass это не можешь себе продолжить документы помню по болезни ничего не можете не может туда войти не может ничего сделать поэтому люди все рванули вот это как бы началось из-за того что у нас пошла очередная волна нова люди беззалаберно относятся к безопасности и в результате у нас очередная вспышка началась хотя странно было вот так вот реально в среде середине лета поэтому вот эти меры я считаю принципе они оправданы потому что привитые люди меньше шансов что будет какие-то последствия однако все еще есть риск у детей потому что до 12 лет детей вакцинировать нельзя но с ними можно куда-либо будет войти после 6 августа только если у них есть подтвержденный тест тампон или еще что-то вот что они негативные а вот за ребенка своего старшего я начинаю переживать потому что ему скорее всего тоже придется делать прививку потому что скорее всего сделают так что чтобы не было удаленки с сентября в сентябре юга уже грозились еще месяц назад грозили что в сентябре будет снова удаленка и чтобы ее не было просто собираются всех детей провакцинировать у меня ребенка уже 14 ему как бы уже можно и я вот не знаю стоит ли его записывать не стоит но мне проще что он сейчас делает прививку не будет потом пропускать занятия если вдруг у него поднимется температура поэтому я думаю в ближайшее время ему у него закончилась санитарная карточка ее надо обновить пойти и все и после этого я записываю его на платформу ему сделают прививку так что сейчас у нас в италии скорее всего что все население будет вакцинировано ну вот такие вот у нас новости настолько вот у нас серьезно все но люди относятся к этому по большей части адекватно потому что реально действительно нужно вакцинироваться нужно спасать своей жизни свои именно и пусть говорят что она ничего не помогает но все таки если уже есть реальные случаи что помогает то я думаю что им стоит доверять конечно я не говорю ни про россию не про украину потому что какие вакцины там водят я не представляю я у меня просто в голове не укладывается что там колет людям хотя и обязательно колет вот но мое мнение насчет вакцин в италии именно вот такое спасибо за внимание всем пока